Добровольная народная дружина для тысяч сочинцев стала способом проявить свою активную гражданскую позицию не на словах, а на деле. Удостоверения члена ДНД дают им возможность способствовать созданию безопасной городской среды. Регулярные рейды, в которые выходят полицейские, представители казачества, тосовцы, да и просто общественники, сегодня играют большую роль в профилактике уличной преступности, предупреждении и пресечении правонарушений. Свои дружинники есть и на различных предприятиях города. За общественным порядком следят и 3000 студентов. Мы сейчас будем заходить более активно в высшеучебные заведения. Почему? Потому что молодежь – это люди, которым тоже достанется в наследство, скажем, все то, что делается сейчас. Это будущие наши те же самые руководители. Эта работа, которая проводится в городе, она дает свои плоды. На сегодняшний момент мы позиционируем город Сочи и многие отдыхающие это подтверждают, что очень безопасно находиться в городе Сочи. Пресекают члены ДНД и проявления хамства и неуважительные отношения к окружающим в общественных местах. Курение, как и распитие алкогольных напитков на улицах спортивной столицы всемирно известного курорта, также под контролем активистов. Полицейские дружинников давно считают первыми помощниками. Тысячи протоколов по различного рода нарушениям правоохранители составляют именно с их помощью. В результате чего активная позиция жителей Сочи нам позволила выявить большое количество, скажем так, лиц, незаконно проживающих на территории города Сочи, где-то без регистрации. Были, скажем так, и очень хорошие результаты. У ВД их в своих докладах на антитеррористической комиссии на Совете безопасности с жителями города Сочи тоже зачитывало. У нас были найдены и люди, находящиеся в розыске. Уже через два месяца в Сочи откроется летний курортный сезон. Олимпийская столица готовится принять миллионы туристов. Чтобы город и в этот период спал спокойно, патрулирование улиц членами ДНД участиться.